Всем привет, дорогие друзья! С вами Ирина. И сейчас вы у меня висите на березе. Я вам снимаю лифт про свой новый браслет с Алиэкспресс. Это такое маленькое видео. Сегодня я снимала большое видео, потому что мы сегодня с Кэт ездили на берег Енисея. Там жарили сосиски, отдыхали, как мы долго туда шли. Все это я снимала на видео. Все это, я надеюсь, сегодня смонтирую. Я не знаю, успею я или нет. Сейчас уже примерно 9 вечера. Я жду, пока Дима приедет и заберет меня. Поэтому я решила прогуляться по лесу и показать вам заодно браслет. Только что я снимала лифт, он почему-то у меня остановился. Поэтому я решила вам показать еще раз. Переснять это видео. Пришел мне этот браслет с сайта Алиэкспресс. Вот в такой вот упаковке с вот таким замочком. В принципе, упаковка здесь не главная, сами понимаете. Но просто я к тому, как они упаковывают. Стоил этот браслет примерно 85 рублей. То есть меньше 100 рублей, извиняюсь. И вот так вот он выглядит на руке. Только что я его одевала, как раз когда снимала, вам показывала. Вот так вот мило по-спортивному он выглядит. Браслет серого цвета. Очень мягенький, очень тоненький. Ничем не хуже, чем оригинальный. Кстати, я вам уже говорила о том, что оригинальные браслеты Mi Band 2. Они буквально через полгода выходят из строя. Вываливается вот эта вот окантовочка. Здесь она в желтом цвете у меня. И, соответственно, браслет уже нельзя носить, потому что можно потерять капсулу. Вот так вот еще раз выглядит. Вот такой вот замочек. Очень мягкий материал, очень приятный к телу силикон. И очень симпатичный. Очень симпатично выглядит. Есть разные, абсолютно разные расцветки. И вставляется капсула очень просто. Ну, все как в оригинальном браслете. Я очень рекомендую. Я ставлю ссылочку на продавца, на этот товар. И напоминаю вам, что есть ссылочки в моей группе ВКонтакте. Специально собрано, создано обсуждение, где я буду выкладывать свои покупки, которые я показываю в видео, чтобы можно было где-то там, допустим, вспомнить. И уже не пересматривая видео, не ищая его там на Ютубе или на сайте, можно было зайти в эту группу. И посмотреть ссылку, посмотреть стоимость. Ну, если вдруг вам потом, вдруг спустя время, захочется приобрести что-то из того, что я вам показываю. Еще раз показываю. Вот браслет. Вот такая вот у него черная кнопочка. Очень все гармонично, очень все красиво. Я рекомендую довольно. Особенно учитывая цену, можно взять... Там есть и с цветочками, и разного цвета. То есть очень-очень-очень мне все понравилось. Ну, и как видите, уже вечереет. У нас примерно, наверное, уже 9 вечера. Я в Березовом лесу. Сейчас вам все сняла на большой лифт. Даже не лифт, а большое видео, где мы с Катрин ходили, гуляли, шли на место. Потом как мы там жарили сосиски, разводили огонь и так далее. Об этом будет большой ролик. Я надеюсь, я его сегодня смонтирую. Завтра, возможно, что-то тоже будет интересное. Мы, возможно, завтра поедем на дачу. Не знаю, у меня есть разные пожелания. Не знаю, как будет погода. Но я надеюсь, что что-нибудь интересное будет происходить. Потому что скоро, говорят, лето у нас пройдет. Скоро лето испортится. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Собственно, цель этого видео была показать вам еще раз вот этот вот браслет и сказать на него ссылку. Mi Band 2 сейчас очень довольно популярный. Поэтому рекомендую. Ставлю лайк и продавцу, и товару. Кстати, доставка пришла примерно, наверное, недели за три. Это довольно нормально. Это немедленно. Это вполне хорошая скорость для доставки с Китая. В общем, Алиэкспресс, как всегда, рулит. Всем пока-пока. Кстати, да, я еще хочу сказать, что на Алиэкспресс я сделала еще несколько заказов. Один из заказов – это камера. Не камера, а штатив, который можно окребить к различным такси с гибкими ножками, чтобы можно было снимать видео. Потому что я сейчас прямо искала очень долго, где можно было повесить или зафиксировать камеру. Искала, не нашла. И пришлось просто на сучок повесить монопод. И вот тем самым повесила вас на березу. И еще одна покупка, которая сделала на Алиэкспрессе – это специальные крепления для съемки от первого лица. Вот сюда вешается телефон. Или, наверное, только под телефон. Возможно, под GoPro тоже подойдет. И можно снимать что-то от первого лица с уровня груди. Такие кадры тоже нужны, потому что очень часто что-то хочется показать. Вот, Дима за мной приехал. Не успела я попрощаться в одном дубле, поэтому будет монтажик небольшой. Всем пока. До скорой встречи. Скоро будет большое видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok